Футболы Ради чего заполняются футбольные стадионы? Конечно же, ради одного единственного момента, который вызывает оглушительный рев на трибунах, горькие рыдания одних и неописуемый восторг других. Название ему «Гол». Гол – это главная цель великой игры. Гол на мировых чемпионатах – это вожделенная мечта каждого футболиста. Итак, пиршество для футбольных гурманов. 120 лучших голов за 20 лет. Открывает этот голевой фестиваль результативный удар бразильца Роберту на чемпионате мира 78-го года в Аргентине. Во время матча Бразилия – Польша, завершившегося со счетом 3-1 в пользу южноамериканцев. Это был первый гол Роберту из двух забитых. В этом матче. Далее следует гол Юргена Шпарвасера во время исторического матча двух Германий – Восточный и Западный – на чемпионате мира 74-го года. Этот единственный результативный удар решил спор в пользу социализма, что не помешало капиталистам из ФРГ встать на том турнире чемпионами мира, а Шпарвасеру через несколько лет перебраться за берлинскую стену. 70-й год. Мексика. Полуфинал Бразилия – Уругвай. Предпоследняя минута матча. 2-1 ведут бразильцы и проводят свою третью разящую атаку с участием Тостао, Пеле и Ревелину. Обратите внимание на пас Пеле, который выложил мяч под удар Ревелину словно на блюдечке. Вратарь уругвайцев Мазуркевич был бессилен. 3-1. Остаемся в Мексике 70-го года. Игра группового турнира ФРГ Перу, выигранная немцами благодаря феноменальному бомбардирскому таланту Герда Мюллера, сотворившему в этом матче свой второй хитрик на мексиканском турнире. Гол интересен тем, что явно нетипичен для Мюллера, редко забивающего головой в прыжке. 78-й год. Решающий матч за выход в финал Аргентина-Перу. Хозяевам чемпионата аргентинцам необходимо было забить как можно больше сопернику, дабы опередить по разности мячей своих заочных оппонентов-бразильцев. И они сделали это, заставив перуанцев шесть раз начинать с центра поля. А это второй гол Леопольда Луки. Аргентина обошла Бразилию по разности мячей и в финале сразилась с голландцами. Вернемся на 20 лет назад в Швецию 58-го года. Игра за третье место, ставшая бенефисом французского нападающего Жюста Фонтена. А это один из четырех его точных ударов, повергших в тот день несгибаемых немцев в шок. Общий счет матча 6-3 в пользу французов. Остается добавить, что Фонтен забил в Швеции 13 голов. Этот рекорд не превзойден до сих пор. 74-й год. Матч ФРГ Австралия. Представителям «Зеленого континента» определенно повезло. Только один раз выступать в финальном турнире более пока не получается. И дважды сыграть с немцами и с восточными, и с западными. Последний, правда, огоршили посильнее, забив три гола. На один больше, чем их социалистические братья. Открыл счет в матче полузащитник Вольфганн Обера, послав мяч точно под перекрестие перекладины и штанги. Такие удары, как правило, не берутся. 62-й год. Матч группового турнира «Бразилия-Испания». Первая игра южноамериканцев на этом турнире, которую они проводили без травмированного пиле. Однако свято место пусто не бывает, даже тогда, когда отсутствует сам король. Его с успехом заменил пока еще никому неизвестный Амарильду. Его два забитых гола помогли Бразилии взять вверх над отчаянно сопротивлявшейся Испанией. Вот так он забил решающий гол, использовав передачу Горинчи. И снова год 74-й, и снова матч с участием австралийцев, которым противостояли Насера с восточные немцы. Как мы уже говорили, посланцы социализма забили дебютантам чемпионата только два гола. Один с помощью самих австралийцев, другой усилиями своего лучшего бомбардира Йохима Штрайха, оставшегося в истории восточно-германского футбола рекордсменом сборной ГДР как по числу выступлений, так и по количеству забитых голов. Иногда ему удавались и такие шедевры. 66-й год. Четвертьфинальная битва в Шеффелде между сборными Западной Германии и Уругвая запомнилась очевидцем двумя удалениями в составе южноамериканцев, постоянными взаимными нарушениями и апелляциями к орбиту. Собственно, футбола было мало. Уругвайцы дрогнули лишь за 20 минут до финального свистка, оставшись в девятером. Переломным оказался вот этот гол юного Франца Бекенбауэра, сделавшего счет 2-0. Потом немцы забили еще два мяча и в полуфинале вышли на сборную СССР. 74-й год. В матче основоположников тотального футбола голландцев и трехкратных чемпионов мира бразильцев решалась судьба путевки в финал. Достался вожделенный билет оранжевым, которые победили 2-0. Причем оба гола были почти идентичны. Сначала отличился Йохан Нейскинс, которому с правого фланга ассистировал сам Йохан Круев. Потом, как водится, отметился и сам великий летучий голландец. Впрочем, его гол мы тоже обязательно покажем. В нашем списке он значится под 44-м номером. Матч Польша-Гаити, проходивший на том же чемпионате, больше походил на избиение младенцев. Славяне не оставили от островитян камня на камне, разметав их по полю с убийственным счетом 9-0. Один гол могучим ударом подарил полякам центральный защитник Ежи Горгонь, забивавший за сборную редко, но исключительно красиво. 62-й год. В Чили сборная ФРГ отлично провела групповой турнир, дважды победив и один раз сыграв ничью. В числе поверженных оказались швейцарцы, уступившие немцам со счетом 1-2. Вы видите первый гол в матче между ними, который забил точным ударом в левый нижний угол ворот западно-германский форвард Альберт Брюльс. Внимание, болельщик! Перед тобой разворачивается воистину историческое событие. Первый гол короля Пеле в трех проведенных им мировых чемпионатах. 58-й год. Четвертьфинал Бразилия-Уэльс. Этот гол знаменателен еще и тем, что оказался единственным в игре против неуступчивых британцев и позволил южноамериканцам сделать еще один шаг к завоеванию золотой богини. Наконец, дело дошло и до советских футболистов. 62-й год. Чили, московский «Динамовец» Игорь Численко, сыграв в длинную стенку со столичным торпедовцем Валентином Ивановым, вошел в штрафную сборной Колумбии и неотразимо пробил поворотом. Так счет стал 2-0 в нашу пользу. Только вот итоговый результат был для советской команды обескураживающим. Ничья 4-4 с заведомым аутсайдером группы. Очень неприятная для нас сенсация. 78-й год. Настоящим открытием аргентинского чемпионата стала сборная Италии и ее неудержимый форвард Пауло Росси. Хрупкого телосложения Росси умудрялся разрезать оборонительные ряды соперников, как нож масла. В матче с командой Австрии он вместе со своим партнером Франко Каузио сотворил удивительно красивый гол. Правда, здесь не обошлось без оплошности австрийского защитника. Но это не важно. Главное, что сквадра Адзура выиграла, пусть и скромно. 1-0. В 1974 году на чемпионате в Западной Германии сборная Швеции обладала двумя великолепными нападающими высоченным Ральфом Эдстрюмом и мобильным Роландом Стандергом. Их точные удары не раз и не два приносили победы Трекрунер. Отличилась эта парочка и в матче с Уругваем. Эдстрюм забил два гола. Сандберг один. Его мы вам и показываем. Добавим, что ворота уругвайцев защищал никто иной, как Владислав Мазуркевич, лучший вратарь Южной Америки того времени. И снова на наших экранах мировой рекордсмен француз Жюст Фонтен, поражающий на Сейра с ворота сборной Северной Ирландии в четвертьфинальном матче шведского чемпионата 58-го года. Галлы наголову разбили британцев со счетом 4-0, что не мудрено, имея в своих рядах такого суперфорварда. Фонтен забил ирландцам два гола, один из которых вы имеете удовольствие лицезреть. Мы остаемся в Швеции, чтобы увидеть неожиданно результативный удар Югослава Здравко-Райкова метров с 30 в игре против Парагвая. Для вратаря это был неприятный сюрприз. Мяч ударился прямо перед ним и, получив дополнительное ускорение, влетел в ворота. Так счет стал 3-2 в пользу славян, которые, впрочем, его не удержали, пропустив в свою очередь гол за 10 минут до финального свистка. Ничья 3-3. Вот так рождался второй хет-трик Герда Мюллера на мексиканском первенстве 70-го года. Пострадавшей страной оказались болгары, уступившие западным немцам по всем статьям 2.5. Акробатический прыжок вратаря Симеона Симеонова был чрезвычайно красив, но бесполезен. Герда Мюллера Третий гол в матче Третий гол в матче Ветерий 5 Булгария 1 А вот король футбола Пеле в матчах за мировое первенство сумел сделать лишь один хит-трик. В далеком 58-м году в полуфинальном поединке с французами, которые дразильцы выиграли 5-2. Хит-трик у Пеле получился по всем параметрам классический, ведь он забил галом три мяча подряд на протяжении одного тайма, второго. Это был последний гол короля в том матче. Как вы понимаете, такие удары не берутся. О чем говорит скорбная фигура французского вратаря Клода Анне. В 70-м году в Мексике футболистам не раз удавалось поражать ворота соперников дальними ударами. В разряженном воздухе высокогория мяч, пущенный умелым футболистом, летит намного быстрее. Вилфрид Ван Мур, полузащитник бельгийцев, вряд ли думал об этом, когда решил со всей силы приложиться по кожаному шару в игре против Сальвадора. Ударил, попал, забил. Порой на футбольном поле случаются совершенно удивительные вещи. Фантастический гол немца Хельмут Тарана в матче с французами за третье место тому подтверждение. Как он умудрился попасть с нулевого угла под самую планку, одному богу известно. Для сборной ФРГ это было слабым утешением. Германцы были разбиты на голову. 3-6. В последние 12 лет сборная Западной Германии совершила настоящий спортивный подвиг. Уступая в четвертьфинале тогда еще чемпионом мира англичанам 0-2, она не только выровняла положение, но и в итоге победила 3-2. Сравнял счет, зряче пробив с затылком легендарный форвард Увизеллер. Высочайшее мастерство плюс немного удачи – непременно слагаемые успеха. 9 минут на этой шпе, Увизеллер. Я думаю, что это для Германии. В Европе, в Европе, в Европе. Германии, в Мексике, все для суперменов Увизеллер. 74-й год. В матче со сборной Италии аргентинцы проигрывать просто не имели права. До того момента у южноамериканцев не было ни одного очка. И уступи они, чемпионат для них был бы завершен уже после двух игр. Начало сложилось для Аргентины как нельзя лучше. На 19-й минуте Рене Хаусман выскочил из-за спины Фабио Капелло и вколотил мяч в левую один от Зоффа девятку. Отметим здесь и великолепный пас Мигеле Брингизе. Правда, победить аргентинцы так и не исподобились, забив мяч в собственные ворота. Матч Португалия-Болгария в 66-м году стал весьма знаменателен для легендарного нападающего Лиссабонской Бенфики Эйсебио да Сильва Феррейры. Именно тогда, получив прекрасный пас от коллеги по клубу и сборной Симойнша, Эйсебио открыл счет своим голам на английских полях. Болгарский вратарь Георгий Найденов может гордиться, что первым пропустил мяч от великого форварда. Конечно, гордиться здесь особо нечем. С девятью мячами Эйсебио стал лучшим бомбардиром турнира. Но тот мяч был первым, и этим сказано все. Вашему вниманию предлагается очередной результативный удар чемпиона мира бразильца Ревелину. Сделал он его в 74-м году в западногерманском Ганновере в принципиальнейшем южноамериканском дерби с аргентинцами, неотразимо пробив своей коронной левой ногой за четверть часа до перерыва. Буквально через три минуты аргентинцы счет сравняют, но Ревелину об этом знать естественно не может, а потому ликует как юнец. Очень тяжело входило в мексиканский чемпионат 70-го года сборная ФРГ. Достаточно сказать, что в стартовом матче с марокканцами немцы уступали 0-1 до 56-й минуты. Правда, в победу африканцев верилось с огромным трудом. Западногерманская команда располагала могучим нападением в лице Зигферда Хельда, Герда Мюллера и Уве Зеллера. Именно эти трое и разыграли голевую комбинацию, завершившуюся точным ударом лысеющего ветерана. Победную же точку в самом конце матча поставил Мюллера. Мы уже говорили, что в условиях мексиканского высокогорья игрокам нередко удавалось наносить потрясающий по силе и точности удары. Поэтому мы не раз еще побываем в Мексике 70-го года. Болгарин Тодор Колев решился на такой удар и не прогадал, слегка подсластив пилюлю своей команде. Счет стал 5-2 в пользу немцев. Матч Англия-Португалия на чемпионате мира 66-го года стал бенефисом Бобби Чарльтона. Именно он забил оба гола в ворота грозных португальцев, обеспечив своей команде пропуск в финал турнира. Результативная атака хозяев развивалась стремительно и неудержимо. Соавтором второго мяча можно с полным правом назвать Джеффри Хёрста, который выдал идеальный пас Чарльтону. В таких позиций полузащитник английской сборной и Манчестер Юнайтед обычно не промахивался. Ещё одна игра чемпионата мира 66-го года. Западная Германия, Швейцария 5-0. Франц Бекенбауэр забивает свой второй гол в матче, увеличивая превосходство сборной ФРГ до четырёх мячей. Обратите внимание на командные действия немецких футболистов, на их умение выдать удобный пас на ход партнёру. Передачу Бекенбауэру сделал Вольфган Овератт. Остальное, как говорят в этих случаях, было делом техники. А это чудо-гол в исполнении шведа Курта Хамрина в полуфинале чемпионата мира 58-го года в игре против западногерманской команды. На сей раз немцы проиграли 1-3, но как удалось Хамрину поразить ворота соперников со столь острого угла, остаётся загадкой. Конечно, здесь ошиблись и защитники и вратарь, но не нужно забывать, что эти ошибки, говорят теннисным языком, вынуждены, в чём несомненная заслуга шведского нападающего. 78-й год. Аргентина-Польша 2-0. Великолепная игра и два забитых мяча Марио Кемпеса предопределили победу хозяев поля. Прекрасно сыграл и Асвальдо Ордилис, буквально протаранивший оборону поляков. И всё же, как здорово в завершающей фазе атаки сыграл Кемпес, элегантно убрав с дороги защитника. Шансов для отражения удара у вратаря Яна Томашевского практически не было. Четвертьфинал Бразилии-Перу на чемпионате мира 70-го года стал одним из самых зрелищных матчей на турнире. Сигналом голевой перестрелки послужил разящий удар Ревелину на 11-й минуте. Пеле подаёт справа фланга, ошибается защитник Кампос, и Тастао мягко накатывает мяч под всесокрушающую левую ногу Ревелину. Финальный свисток зафиксировал победу бразильцев 4-2. Идут последние секунды дополнительные 30-ти минутки финала 66-го года Англии ФРГ. Главный арбитр Готфид Гинст уже посматривает на секундомер, призывая игроков ещё немного помучиться. В это время Бобби Мур длинной передачей бросает в прорыв Джеффри Хёрста, который с левой вонзает четвёртый гол ворота немцев, одновременно вписывая своё имя в историю футбола. Он единственный футболист на планете, которому удался хит-трик в финале мирового первенства. А это единственная результативная атака сборной Болгарии на том же чемпионате мира 66-го года в матче против венгров. Символично, что гол забил лучший игрок в истории болгарского футбола Георгий Аспарухов, впоследствии трагически погибший в автокатастрофе. Счёт стал 1-0 в пользу славян, однако в итоге всё равно выиграли Мадьяры 3-1. В четверть финале 70-го года итальянцам противостояли хозяева турнира мексиканцы. Они даже сумели первыми забить гол в матче, но в итоге уступили 1-4. В составе сквадра «Адзуры» в те годы блистал неудержимый форвард Луиджи Рива, который вот в этом эпизоде своим фирменным хитрым ударом из-под защитника вывел Италию вперёд 2-1. 74-й год. Шотландия за Ир. Эффектный гол Питера Лоремера в ворота африканцев был первым в матче, но не единственным. Потом ещё один забил Джо Джордан. А потом британцы встали, решили, что хватит, и в итоге поплатились за это. Худшая, чем у югов и бразильцев, разница забитых и пропущенных мячей оставила их за бортом соревнований. Питер Лоремер. Шотландская звезда английского Leeds United 70-х годов. На турнире 74-го года в Западной Германии настоящим открытием стала сборная Польши, а её лидеры Казимиш Дейна, Джего Шлято, Роберт Гадоха и Анджей Шармах буквально ворвались в элиту мирового футбола. Посмотрите, какой гол красавец забил головой Шармах в игре с итальянцами, великолепно использовав передачу Хенрика Касперчака. Поляки выиграли ту встречу 2-1, отправив тем самым итальянцев паковать чемоданы. На чемпионате мира 54-го года в Швейцарии сборные Ферга и Венгрии встречались дважды. Хельму Тран забил венграм три мча, два из них в финале, которые наиболее ценны. Это гол рано в первом матче, выигранном Мадьерами со счетом 8-3. В 59-й минуте перуанцы, проигрывая 1-3, провели стремительную контратаку, завершившуюся точным ударом Теофилу Кубилиса. Он сократил разрыв в счете до минимума, возродив угасшую было интригу матча. Однако всего через 7 минут Джерзинин забил четвертый мяч, выведя Бразилию в полуфинал. В 60-е годы советские болельщики практически не видели в деле выдающихся аргентинских и испанских футболистов. Тем интереснее нам посмотреть на гол аргентинского форварда Луиса Артиме, забитый им в ворота сборной Испании в 66-м году. Аргентина выиграла 2-1, и оба мяча оказались на счету именно Артиме, обладавшего великолепной техникой и хлестким ударом с левой ноги. Те, кому посчастливилось увидеть в 70-м году полуфинал Италия ФРГ, завершившейся победой с квадро Адзурой 4-3, не забудут его никогда. А это первый гол в том фантастическом триллере, который забил итальянец Роберто Боненсения, призванный под знамена сборной из великого миланского интернационала. Восхождение к своему третьему чемпионскому титулу, завоеванному в Мексике в 70-м году, Бразилия во главе с великим Пеле начала с победы над Чехословакией 4-1. Но первыми в том матче гол забили братья-славяне, и сделал это нападающий братиславского Интера Владислав Петраш. Он обокрал полузащитника Кладальда, легко обошел Бритум и с 7 метров мимо вратаря Феликса неотразимо пробил под перекладину. На эту дерзость бразильцы ответили четырьмя результативными ударами. Бритум и Северной Кореи Бритум и Северной Кореи сотворившего в том матче покер. 58-й год. Полуфинал Швеции ФРГ. Несмотря на сумасшедшую поддержку переполненного стадиона в Гетеборге, хозяева турнира первыми пропустили гол после потрясающего удара с ходу Ханса Шефера. Такие шедевры у западногерманского капитана получались нередко, ведь в отличие от многих футболистов, даже очень известных, он мощно и точно бил с обеих ног. И вновь встреча тех же соперников 16 лет спустя на сей раз ФРГ. Немцам удалось взять реванш за поражение в полуфинале 58-го года, причем тоже с разницей в два мяча. В отличие от матча в Гетеборге, игра в Дюссельдорфе проходила под проливным дождем, что не помешало футболистам порадовать зрителей эффектными голами. Один из них в исполнении шведа Ральфа Экстрима перед вами. Стеофилл Кубилис выступал на трех чемпионатах мира и восхищал зрителей голами на любой вкус. Но его фирменным блюдом были удары, резкие хлестки, отразить которые вратарям было чрезвычайно трудно, в чем убедился и марокканский голкипер Аляль на мировом первенстве 1970-го года. Перу-Марокко, 3-0. Из них два гола Кубилиса. 66-й год. Стартовый матч в третьей группе Бразилия-Болгария. Счет пока 0-0. И двукратные чемпионы мира получают право на штрафной удар, который с блеском реализует Пелея. Ну, действительно, кто смог бы отразить бомбу короля с такой убойной позиции? Один из лучших вратарей в истории болгарского футбола Георгий Найонов не смог. На аргентинском чемпионате 78-го года в матче сборных ФРГ и Голландии немцы дважды вели в счете и дважды оранжевые его сравнивали. Последний раз за 7 минут до финального свистка это удалось Рене Вандеркеркову, который ловко обошел Манфреда Кальца и обводящим ударом послал мяч в сетку. Рольф Рюсман в отчаянном броске, ценой пенальти, хотел спасти свою команду, благо в то время за это с поля не удаляли. Но нет, куда там? Слишком искусным оказался удар Голландца. В 70-м году сборная Болгарии удивила специалистов классным розыгрышем стандартных положений. Как вот в этом эпизоде, когда Динка Дерменджиев эффектно открыл счет в игре с перуанцами. Из пяти голов, забитых в Мексике, со штрафных болгары забили три. Увы, это оказалось их единственной сильной стороной на том турнире. Два матча они проиграли и один свели в ничью. Чемпионат мира 74-го года не случайно назвали чемпионатом Йохана Круефа, хотя он и его команда не стали первыми. Великий голландец показал выдающуюся игру, забивая подчас удивительно красивые голы. В матче с Аргентиной он отличился дважды, открыв и закрыв счет. Это второй гол Круефа. Обратите внимание, как он элегантно обыграл вратаря и технично забросил мяч в ворота. Такое под силу только великому мастеру. Помните недавний гол Пелена в чемпионате мира 66-го года, когда он поразил ворота болгар? Аналогичный удар со штрафного король нанес четыре года спустя в Мексике, когда пробил уже румынскую стенку, что явилось полной неожиданностью для вратаря европейцев Стерики Адамаки. Бразильцы победили 3-2 и два гола забил Теле. Четвертьфинальный поединок между Северной Кореей и Португалией в 66-м году начался ошеломляющей атакой азиатов уже на первой минуте. Такого сюжетного поворота не ожидал никто. Пак Сэндину удался сумасшедший по силе и точности удар, который отправил Эйсэбио и компанию в нокдаун, от которого португальцы смогли оправиться только во втором тайме, когда, передохнув перерыве, бросились на штурм и окончательно переломили ход этого сенсационного матча. Серию сокрушительных залпов по воротам соперников продолжает удар австрийца Карла Коллера в матче против англичан на чемпионате мира 58-го года. Та игра была чрезвычайно важна для британцев, которым победа давала гарантированный пропуск в четвертьфинал. Однако австрийцы показали себя настоящими спортсменами и бились до последнего в поединке, ничего для них не решавшим. Решающая игра за выход в финал на перерыве мира 78-го года Нидерланды-Италия знаменита двумя голами голландца Эрни Бранца. Один он забил в первом тайме в свои ворота, второй в ворота итальянцев, попав метров с двадцати в самую паутину. Бросок легендарного Дина Дзоффа выглядел здесь абсолютно лишним. Счет сравнялся. Мы остаемся в Аргентине 78-го года и последим за результативным розчерком перуанца Таффила Кубилиса в матче Шотландия-Перу. Штрафной удар до ворот британцев 15,5 метров, что для Кубилиса считается идеальным расстоянием. Итак, короткий разбег и резкий удар практически без замаха. Шотландскому вратарю Аллану Рафу остается со скорбным лицом выгребать мяч из сетки. Счет стал 2-1 в пользу южноамериканцев. Через несколько минут он пропустит еще один гол от неугомонного Кубилиса. Минус 20 лет и перед нами разворачивается результативная атака сборной Швеции в финальном матче против Бразилии. Ее начал вратарь Карл Свенссон, отправив вперед многоопытного Гуннера Грена. Серия точных передач и, наконец, с правого фланга Свен Аксбом играет на своего капитана Нильса Литхольма, который неторопливо уходит от Белими и Орландо, входит в штрафную, а затем легким толчком отправляет мяч в ворота мимо распластавшегося голкипера Жильмара. Кто бы знал тогда, что это только начало голевой феерии в матче, завершившемся безоговорочной победой Бразилии 5-2. Снова финал и снова с участием южноамериканцев, но 12 лет спустя. Бразилия, Италия. Идет 66-я минута матча. Счет пока 1-1. С правого фланга Карлос Альберту переадресовал на Джерсону. Тот подключает к атаке защитника Эверальду. Пас на Жерзинью. А затем мячом вновь овладевает Джерсон, который совершенно неожиданно для итальянцев бьет поворотом. Удар у бразильского хавбека получается с подкруткой и на редкость сильным. Вратарь Энри Кальбертози не в состоянии спасти свою команду. Бразилии ведет 2-1. А это уже неудачный для бразильцев 66-й год. Драматическая игра с Португалией, где двукратным чемпионом мира нужна была только победа. Однако они столкнулись с непреодолимой преградой в лице Исебио, который буквально затерзал пожилую оборону южноамериканцев. Его мощнейший удар на 85-й минуте кладет конец их мучениям в Англии. 3-1. И Бразилия покидает Туманный Альбион. Теперь свое мастерство показывает бразилец Горинча. Полуфинал 62-го года. Бразилия-Чили. Подача загалу слева фланга в штрафные хозяев находят Горинчу, который своим коронным ударом слева и направляет мяч под перекладину. 1-0. Счет в матче открыт. Мы продолжаем путешествие во времени и перелетаем в 74-й год. Польша-Италия. Гол Шармаха, завитый в том матче головой, мы уже видели. На Сирос мяч был отправлен в ворота итальянцев ногой польского капитана Казимиша Дейми. Интересно, что в обоих случаях своим партнерам отлично ассистировал Хенрик Касперчак, который безраздельно властвовал на правом фланге полузащиты. Снова 62-й год и снова полуфинал Бразилии-Чили. Штрафной в сторону бразильцев. Посовещавшись кому бить, у мяча остаются Леонид Санчес справа и Хорхи Торо. Казалось, что пробьет Санчес, но удар неожиданно нанес Торо, застав врасплох бразильского вратаря Жильмара. Чилийцы сократили разрыв в счете 1-2. Во втором тайме Санчес тоже забьет с пенальти. Однако в итоге выиграют бразильцы 4-2. В дополнительные 30 минут полуфинального матча Италия-ФРГ на чемпионате 70-го года в Мексике было забито целых 5 голов. Один из них сотворил Луиджи Рива. Получив пас от Довенгини, Рива вошел в штрафную, убрал Шнеллингера и не сильно послал мяч в дальний от Зеппом Майера угол ворот. 3-2 впереди Италия. Однако это был еще далеко не конец. Эти кадры возвращают нас к четвертьфиналу 62-го года такому неудачному для советской команды. Челиец Хаймер Амерес отобрал мяч у зазевавшегося Валентина Иванова, прошел пол поля и отпасовал Эладио Рохосу, который с 25 метров поразил ворота Льва Яшина. Для того, чтобы отыграться у сборной СССР, оставалось 62 минуты. Увы, счет 2-1 в пользу хозяев так и не изменится. А сейчас вам предоставляется уникальная возможность увидеть и оценить знаменитый штрафной удар бразильца Ревелину под названием «Фолья Сека». Мощный резанный удар, направленный точно в партнера, пристроившегося к стенке соперника. В этом эпизоде огонь на себя вызывал Жейрзинью. Выстрел Ревелину оказался полной неожиданностью для великолепного чехословацкого вратаря Ива Виктора. Таким образом, бразильцы сравняли счет в матче 70-го года, который выиграли 4-1. Аналогичный удар Ревелину нанес и 4 года спустя, когда пробивал штрафной в матче со сборной ГДР. И опять ему великолепно ассистировал Жейрзинью, продавивший немецкую стенку. Ревелину со снайперской точностью попал в образовавшуюся брешь. И здесь ворота соперников защищал отличный голкипер Юрген Крой. Но разве мог он спасти свою команду? Список лучших 50 голов открывает произведение перуанца Кубилиса, созданное им в 78-м году в игре с шотландцами. Мы уже видели его первый гол в том матче, забитый со штрафного. Этот с игры, но у вас складывается в полное впечатление, что голы эти сделаны по одним лекалам. Аналогичный резкий удар, практически без замаха. И здесь сложно предъявлять претензии к голкиперу. Здесь нужно отдавать должное форварду. В 66-м году в каждой игровой линии советской сборной выступали футболисты экстра-класса. Если говорить о нападении, то тут вне конкуренции был московский динамовец Игорь Численко, забивший чудо-гол ворота отличного итальянского воротаря Энрико Альбертози. Такие удары Численко не брались. Такие удары Численко очень часто выручали и его прославленный клуб, и сборную. На английском чемпионате мира этот феноменальный удар Численко принес советской команде победу над сквадро Адзурой 1-0. В 74-м году сборная Болгарии выступила неудачно, крупно проиграв голландцам и дважды поделив очки со шведами и уругвайцами. Однако именно с южноамериканцами болгары забили один из самых красивых голов чемпионата. Воин воинов с правого фланга подал мяч в штрафную уругвайцев, где Христо Бонни в падении головой переправил его в ворота. Восьмая минута. 1-0. Ответный гол славяне пропустили до обидного нелепо в самом конце матча. Гол западногерманского форварда Лоттера Эмериха в 66-м году в игре против Испании относится к тем загадкам бомбардиров, которые не может разгадать ни один галкипер мира. Практически с лицевой линии бил немец в ближний угол ворот. И тем не менее Хосе Эребар, лучший вратарь в истории испанского футбола, после замора, разумеется, умудрился его пропустить. Ральф Эдстрем, двухметровый шведский гигант, у него майка с 10-м номером, на чемпионате мира 74-го года в Западной Германии забил 4 гола, и как ни странно, только один из них головой. Трижды он огорчал противников мощнейшими залпами, причем бил он, как правило, с ходу или с минимальной обработкой мяча. Это первый из его двух голов, проведенных им в ворота уругвайцев, который защищал Владислава Мазуркевич. Еще один на счету Роланда Сандерга. Так шведы выиграли 3-0. Когда в 62-м году в Чили Пеле получил травму и выбыл из турнира, Бразилию повел за собой колченогий Горинче, который оказался не только фантастическим дреблером, но и бомбардиром. В четвертьфинале он дважды пробил английского вратаря Рона Спрингита ударами из-за пределов штрафной площади. Гол Нейскинса в игре против бразильцев на чемпионате мира 74-го года вы уже видели. Абсолютно идентичной получилась и вторая результативная голландская атака. Разница только в одном. В первом случае подача была с правого фланга, во втором – с левого. Интересно, что Йохану Круефу ассистировал центральный защитник Руд Кролл, что, впрочем, для голландцев того времени не было откровением. Вот она иллюстрация настоящего тотального футбола. После этой победы оранжевые вышли в финал турнира. Австри на чемпионате мира 78-го года в Аргентине не снискала лавров. Однако домой она возвратилась нежесть в лучах славы. Ведь австрийцы выиграли тогда у своего самого принципиального соперника сборной ФРГ 3-2. Это гол Ханса Кранкля, который отправил мяч в ворота Зеппа Майера. В арсенале сборной Бразилии всегда имелось такое страшное для соперника оружие, как штрафные удары. Шедевра Ревелину мы уже лицезрели. Теперь посмотрим на произведение его последователей. Ерсео реализует стандарт в игре с Перу на чемпионате мира 78-го года. Отразить мяч, точно пущенный в ворота по такой замысловатой траектории над стенкой, практически не представляется возможным. Но вратарь перуанцев Рамон Кирога ощутил это в полной мере. 74-й год. Матч второго этапа группового турнира ФРГ Югославия. Счет пока не открыт. Атакуют хозяева чемпионата немцы. Неторопливо подойдя к штрафной Югов, игроки с западногерманской командой выводят на удар своего защитника Пауля Брайтнера, который в своей родной Баварии нередко поражал цель с дальней дистанции. Югославы весьма опрометчиво разрешили Брайтнеру пробить поворотом. Даже такому опытному галкиперу, как Энвер Марич, не под силу отразить выстрел немца. 39-я минута. 1-0. Впереди западная Германия. У себя дома на турнире 78-го года аргентинцы на пути к чемпионскому званию проиграли только блистательным итальянцам 0-1. Этот решающий гол забил нападающий туринского Ювентуса Роберто Беттега в результате великолепной комбинации с участием Ромео Бенетти, Джанкарло Антаньони и Пауло Росси. Последний и выдал Беттеге королевский пас, оставивший форварда 1-1 с фортарем Убальда Филевым. Дальнейший ход событий предугадать было несложно. Конечно, гол! И в этом матче, что проходил за 20 лет до встречи с итальянцами, аргентинцы были биты. В 58-м году на турнире в Швеции тогдашним мировым чемпионом сборной Западной Германии 1-3. Начало к голевому немецкому нападению послужил результативный сигнал Хельмута Рана, который вот таким банановым ударом огорошил голкипера сборной Аргентины Амадео Карисо. Мяч, словно заколдованный, ушел от рук вратаря и юркнул в сетку. В первый момент никто ничего не понял. Ни немцы, ни аргентинцы. Каким образом мяч попал в ворота? Когда штрафной бьют бразильцы, их соперникам иногда лучше не выстраивать мощных стенок. Излишняя толкотня мешает вратарю, дезорганизует его. Как это случилось в матче Бразилии-Польша на аргентинском чемпионате 78-го года. Меллинию пробил мощно, сильно покрутив мяч. Надо отдать должное Зидмунду Кукли, который сумел таки среагировать на удар, но обезопасить свои ворота, это было выше его сил. Мы еще увидим такой гол в исполнении Меллинию в самом конце нашей программы. На качелях истории возвратимся в 58-й год на матч ФРГ Аргентина. После него для аргентинцев не было более неприятного слова, чем ран. Немецкий форвард дважды своими ударами вводил южноамериканца в состояние стресса. Тут уж действительно никаких нервов не хватит. И опять, здесь трудно обвинять вратаря Корицу. Разве от такой пушки можно найти спасение? Нет. К огромной радости одних и к великому ужасу других. Сборная Израиля, дебютируя на чемпионате мира 70-го года в Мексике, в трех матчах забила всего один гол. Пострадали от израильтян шведы, которым ничья с сынами Иудеи поставила шлагбаум на пути в четвертьфинал. Но скандинавы виноваты во всем сами. Почему они дали возможность пробить Мордыха и Шпигеру? Не атаковали его? Надеялись, что он промахнется? А он взял, да и попал. Гол. Единственный и неповторимый. 78-й год. Матч Италия-Франция значился в расписании первенства под номером четвертым. Но именно в нем произошло первое знаменательное событие на турнире. Галлы умудрились забить самый быстрый гол чемпионата. Дидье Сикс, как угорелый, промчался по левому флангу и сделал нацеленную передачу в штрафную итальянцев, где Бернар Ля Комп с удовольствием перевел мяч в ворота Дина Цофа. Нет, нет, это не Ля Комп. Это Анри Мишель, будущий тренер сборной Франции. Выбран операторами телевидения исключительно за свою телегиеничность. А именинник Ля Комп остался, увы, за кадром. На чемпионат мира 58-го года венгры прибыли в ослабленном составе. Не было в команде Кочеша, Пушкаша, Цибора. Однако Венгрия всегда была богата на футбольные таланты. Один из них, Лайош Тичи, тогда еще юный нападающий Будапештского конвера, взял бремя лидерства на себя, забив в Швеции 4 гола. Это его великолепный точный удар в матче с хозяевами турнира. Правда, ту игру выиграли шведы 2-1, что, естественно, не умаляет достоинств Тичи. Игра за третье место на чемпионате мира 78-го года между Бразилией и Италией стала украшением турнира. Высочайшее мастерство футболистов нашло свое подтверждение не только в том зрелище, что развернулось на поле, но и в эффектных голах, которыми они доставили радость болельщикам. Бразильцы победили 2-1, и оба своих мяча они забили потрясающими дальними ударами. На 26-й минуте второго тайма судьбу бронзовых медалей решил полузащитник сборной Бразилии Герсео, слета послав второй мяч в правой один от Зофа угол ворот. Потом темпераментные итальянские журналисты попытались обвинить в поражении своего вратаря, но поостыв признали, что парировать удары бразильцев было невероятно сложно. Это тоже утешительный матч за третье место, который проходил в Лондоне на легендарном Уэмбле 28 июля 1966 года с участием сборных СССР и Португалии. Вот только вспоминать его нашим любителям футбола не очень приятно. Ведь решающий гол советские футболисты пропустили за минуту до конца основного времени. Огорчил Льва Ивановича Яшина высоченный ториш, вколотивший мяч в ворота с 7 метров. 1-2, и сборная СССР замкнула квартет сильнейший. Пауль Брайтнер, на его белой майке третий номер, по своему амплуа защитник. Но к игрокам сборной Западной Германии образца 1974 года трудно подходить с общепринятыми метками. Они с успехом могли выступать на любом месте. В стартовом матче чемпионата с чилийцами именно меткий выстрел Брайтнера с 25 метров принес победу хозяевам поля. Мяч словно бомба! Издевательски долго летел по воздуху и попал точно в перекрестье перекладиной штанги. 1-0. Больше голов зрители, запомнившие Олимпийский стадион в Западном Берлине, не увидели. 58-й год. Правильно говорят, смелость города берет. Защитник сборной Венгрии Ёжев Матрии никак не ожидал, что Айвер Олдчорч не станет обрабатывать мяч, а возьмет и пробьет сходу. Валиец ударил и попал точно в угол. Вратар Дюла Грошич был вне себя от злости. Счет в дополнительном матче за право выхода в четвертьфинал сравнялся. Этот момент для советских болельщиков – настоящий бальзам на душу. На чемпионате мира 70-го года в Мексике сборная СССР совершенно неожиданно разгромила сильную бельгийскую команду 4-1, показав свою лучшую игру на турнире. Анатолий Бышевиц сотворил настоящий голевой шедевр. Здесь было все исполнено по высшим футбольным меркам. Прекрасный первый пас Альберта Шестернева, рывок форварда, несколько финтов и неотразимый удар с левой. Здесь снова небольшая оплошность режиссера фильма. Великолепный гол, который через несколько секунд с подачи Франсиска Хента забьет Амансио Ворелла, пропустит не аргентинский, а швейцарский вратарь Карл Эльзамер. Но все это мелочи. Главное здесь удовольствие от увиденного. 1966 год, Шеффилд, стремительный проход Хента по флангу и выведенная передача на своего партнера, который ценой травмы послал мяч в ворота. Впрочем, ничего нет удивительного во взаимодействии этих нападающих. Оба они представители одного клуба, великого Мадридского Реала. Это был результат. Поразил ворота отличного голкипера Рона Спрингита, открыв счет в том матче. За 14 минут до окончания основного времени четвертьфинала Бразилии-Перу на мировом первенстве 70-го года в Мексике табло отражало минимальное превосходство тогда еще двукратных чемпионов мира. 3-2. И вот очередная атака бразильцев. Жерзинию свинцой откинул мяч Ревелину и рванулся в штрафную соперника. Пас не замедлил себя ждать. Далее последовал взрыв, который окончательно похоронил надежды перуанцев на благоприятный для них исход поединка. Жерзинию такие моменты реализовал с блеском. Он не стал отдавать мяч свободному Тастау, а с издевкой пустил его из-под защитника в пустые ворота. В 66-м году юный Жерзинию, хоть и отыграл все три матча в Англии, голов не забил. И великий Горинча выступил в двух и отличился потрясающим исполнением штрафного в стартовой игре против Болгарии. Этот удар можно использовать в качестве учебного пособия по реализации стандартов. Фолья Сека, сухой лист, банановый удар. Любые превосходные эпитеты здесь лишними не будут. Бьет Горинча. Горинча забивает. Что бы ни говорили о матче Аргентина-Перу на первенстве мира 78-го года, который хозяева выиграли с нужным для них счетом 6-0, как бы ни называли его скандальным, явно намекая на сговор обеих сторон, нельзя все же не отметить удивительное мастерство Марио Кемпеса и его умение радовать зрителей красивыми голами. С перуанцами он забил их два, один краше другого. Недаром на этом турнире Кемпес получил два престижных приза как лучший бомбардир чемпионата и как лучший игрок. Действительно, играл он красиво. Франц Бекенбауэр тоже забивал два гола в одном матче мирового первенства. Было это в 66-м году, а пострадали от Кайзера швейцарцы, которых немцы безжалостно в итоге разгромили 5-0. Бекенбауэр уже в молодые годы играл сколь элегантно, столь и эффективно. Остается только напомнить место действия – стадион Хиллсбро в Шеффилде. В 70-м году в Мексике сборная Чехословакии проиграла все три матча в группе, забив всего два гола, и оба на счету Ладислава Петраша. Интересно, что и в игре с бразильцами, и с румынами славяне первыми открывали счет, но потом по ходу матча все же уступали. Посмотрите, какую голевую комбинацию разыграли чехословацкие футболисты. Подачу с правого фланга в штрафную румын сделал Богомил веселый. Петраш буквально продавил защитника и головой вогнал мяч в ворота. Пример яркого индивидуального мастерства продемонстрировал австрийец Вальтер Шахнер в матче против испанцев в 78-м году. Перед тем, как поразить ворота, он промчался метров 50, ловко убрал защитника и мощно пробил под планку. Все это было проделано в темпе, на скорости, но потом награда. Жаркие объятия, обезумевших от радости партнеров. Только трем игрокам удавалось отмечаться голами в двух финальных матчах мировых чемпионатов. Один из них – король футбола Пеле. Свои первые два золотых гола он забил шведам в 58-м году. Третий – в 70-м итальянцам на 18-й минуте. Посмотрите, как он это сделал. Пеле словно завис в воздухе, прежде чем нанести удар головой. Причем бил он зряче. Он видел, где находится вратарь Алибертози и постарался пробить в мертвую зону. Шансов на спасение у итальянского голкипера практически не было. Уникальность этого гола, забитого Хельмутом Халлером в 66-м году швейцарцам, заключается в том, что западногерманский футболист прошел с мячом до вратарской площади соперника, не встречая сопротивления более 80 метров. Отметим и у Визеллера, который своим рывком геморализовал защитника и облегчил своему партнеру продвижение вперед. Кстати, в Англии Халлер стал одним из лучших бомбардиров первенства. На его счету шесть мячей. Один из них в ворота сборной Советского Союза. В игре с болгарами на первенстве мира в Мексике в 70-м году перуанцы, дебютанты турнира, до 51-й минуты проигрывали 0-2. Казалось, что уйти от поражения им не удастся. И тут последовала стремительная контратака южноамериканцев, в завершающей фазе которой просто блестяще сыграл Альберто Гольярдо. В штрафной соперника он финтом освободился от защитника и без замаха пальнул, что есть силой под перекладину. Мяч от планки красиво спланировал в сетку. Матч Бразилия-Англия на том же турнире 70-го года по праву считается одним из лучших в истории мировых чемпионатов. Южноамериканцы встретили достойного соперника и сумели лишь однажды провести голевую комбинацию. Зато какую! В ней участвовало 4 футболиста. Тостао, Пау Сезар, Пеле и Жерзинью, который нанес главный завершающий штрих. Сам Гордон Бэнкс, лучший вратарь чемпионата, был не в силах отразить удар бразильца. Не гоу, конфетка! Здесь все было исполнено по высшему классу. А каков пас Пеле! Грех не забивать с таких передач. В последнем матче группового турнира 78-го года в Аргентине голландцам можно было проиграть сборной Шотландии, но с разницей не более двух голов. Прагматичные представители Бенелюкса действительно уступили, затратив сил ровно столько, сколько нужно было для дальнейшего продвижения вперед. Игра эта памятна прежде всего голом британца Арчибальда Геммела в середине второго тайма, забитого столь искусно, что ему устроили овацию даже поклонники оранжевых. Впрочем, итоговый счет 2-3 голландцев вполне устраивал. Победа сборной Венгрии над бразильцами на английском турнире 66-го года незабываема для всех, кто стал ее свидетелем. А гол Ференса Бена, виртуозно проведенный им ворота южноамериканцев уже на второй минуте, привел в неописуемый восторг всех любителей футбола. Венгерский форвард легко, можно сказать, играючи, обошел и заставил сесть на пятую точку не кого-нибудь, а самих двукратных чемпионов мира во главе с легендарными Горинчи, Беллини, Жельмаром и Джаумой Сантусом. Так ковалась историческая победа венгерской команды. Игра Франции и Венгрии на чемпионате 78-го года с точки зрения турнирного положения для обеих команд уже ничего не решала. И французы, и венгры после матча направились в отель собирать чемоданы. И тем не менее, галы сумели оставить и себе зарубку голом Кристиана Лопеса. Если учесть, что Лопес защитник, то его успех должен быть оценен вдвое дороже. Такие удары и нападающим удаются крайне редко. Большей половины своих голов на том же чемпионате мира 78-го года в Аргентине голландцы забили дальними ударами. Что-что, а точно посылать мяч в цель с запредельных расстояний они умели всегда. Джонни Рэп, двукратный вице-чемпион мира, звезда родного ему Аякса и французской Бастии, наглядно подтвердил это. Кстати, именно гол Рэпа установил окончательный счет в матче Голландия-Шотландия. Напомним, что оранжевые, хотя и проиграли британцам 2-3, прошли далее по турниру. А шотландцы возвратились домой, несолонно хлебавши. 58-й год. Финал Бразилия-Швеция. Приехав на чемпионат зеленым, никому неизвестным 17-летним мальчишкой, Пеле покидал его золотой медалью и в ранге звезды мирового уровня. Такого признания он добился своей фантастической игрой, которую показывал, начиная с четвертьфинала. А его первый гол в решающем матче против скандинавов можно смело отнести к голевым шедеврам его величества футбола. Смотрите и восхищайтесь! В нашем хит-параде перуанец Таофило Кубильес представлен наравне с легендарным бразильцем Ревелину. Выше только король Пеле. И вот последний гол Кубильеса, пожалуй, самый красивый, забитый им в результате оригинальной комбинации. Этот футболист умел делать на поле все. И классно подыграть партнеру, и, конечно же, результативно сыграть в атаке. От его ударов пострадали многие ведущие команды мира. На турнире 70-го года в Мексике первыми столкнулись с ним болгары. Для них это обернулось поражением 2-3. Два гола из трех – это голы Кубильеса. Здесь он! О, это счастливый человек! Валентинец спокойно принял мяч, прицелился и ударил. Не верили, что попадет? Как бы то ни было, они стали невольными соавторами этого произведения. Знаменитый западногерманский голкипер Зепп Майер по долгу службы не только многократно спасал свои ворота в безнадежных ситуациях, но и нередко, увы, вытаскивал мяч из сетки. На чемпионате 78-го года он делал это чаще обычного. Как вот в этом случае, когда понадеялся, что голландец Ари Хан промахнется, а мяч, долго летевший по воздуху, как назло взял и нырнул в самый угол. Подвело чутье мастера. Хотя отбей Майер этот удар не было бы эффектного гола Хана. Король футбола Пеле представлен на нашем голевом фестивале своими шестью шедеврами, больше, чем кто-либо другой. На то он и лучший футболист всех времен и народов. В стартовой игре группового турнира на чемпионате 70-го года в Мексике с чехословацкой командой он сотворил настоящее чудо. Пятнадцатая минута второго тайма, пока счет ничейный 1-1. Неторопливую атаку бразильцев своим пасом взрывает Джерсон, передресовывая мяч Пеле. Незаметно покравшемуся в штрафную дали все было сделано поистине с королевским великолепием. Прием мяча на грудь, скидка на ногу, пауза перед ударом, во время которой он мгновенно оценил положение вратаря, и гол, венчающий эпизод. Это Пеле. А вот в 66-м году в матче против сборной Венгрии Пеле на поле не было, и бразильцы уступили 1-3. Правда, не факт, что он помог бы своей команде избежать подобной участи. Венгры играли с фантастическим настроем, забив голы один краше другого. Вашему вниманию предлагается гол Яна Шафаркаша, который он вколотил в ворота Жильбара после фланговой передачи Ференца Бене. Еще один гол Мадьера забили с пенальти и плакали от радости, в то время как Пеле в бессилии маялся на скамейке запасных. И какой великолепный гол это был, и фантастический гол Баркас. 78-й год. Мы снова возвращаемся к матчу за третье место Бразилии и Италии, где южноамериканцы добыли победу благодаря чудо-ударам Нелинию и Дерсео. Особенно впечатлил всех гол Нелинию. Такого исполнения редко встретишь даже на мировых чемпионатах. Мяч облетел руки Димет Зофа, словно ради управляемая ракета, пущенная Нелинию по строго заданной траектории. Кстати, в Аргентине сборная Бразилии не проиграла ни одного матча, и тем не менее чемпионом не стала. Вот такой парадокс. Удивительное дело! Четыре из пяти мячей, забитых в матче Бразилии и Чехословакии на чемпионате 70-го года в Мексике, вошли в наш голевой реестр. Галэ Петро, Шарибелину и Пеле вы уже видели. Теперь насладитесь искусством Жерзинью, который перед тем, как результативно ударить по воротам Ива Виктора, виртуозно обошел нескольких защитников. После его слаломного прохода счет приобрел окончательный вариант 4-1 в пользу бразильцев. Стадион в Вадалахаре стонал и плакал от восторга. Разве забудешь такое? За свою славную многолетнюю карьеру в сборной Англии легендарный Бобби Чарльтон 49 раз огорчал вратари разных стран мира. Но гол, который он забил мексиканцам в 66-м году, имел особое значение. Мало того, что он явился настоящим украшением чемпионата, он стал первым голом англичан на турнире, стартовая игра которых с Уругваем неожиданно завершилась нулевой мячей. И вот голевой аппетит наконец-то удовлетворен. Удар Чарльтона в один момент поднял на ноги 100-тысячный Уэмбли и миллионную телеаудиторию поклонников британского футбола. Второй гол бразильцев в полуфинальном поединке с уругвайцами на чемпионате 70-го года с полным правом можно назвать настоящим коллективным творением. Обратите внимание, как в центре поля сыграл в пас Пеле, какую удобную передачу на ход Жерзиню сделал Тастао. Думается, именно поэтому гол Жерзиню был так высоко оценен экспертами и поставлен на третью позицию. Именно поэтому так ликуют бразильские игроки. На том турнире они показали выдающийся коллективный футбол, который творили на поле 11 ярчайших индивидуальностей. Гол Ари Хана, забитый им великому Дино Дзофу, позволил голландцам во второй раз подряд побороться за Кубок мира в решающем матче. Этот удар так и хочется сравнить с выстрелом крупнокалиберной пушки. Доворот, который защищал один из лучших голлкиперов мира, было ни много ни мало 30 метров. И тем не менее, гол состоялся. Фантастика! Жаль, что у оранжевых не пошли такие удары в финале против аргентинцев. И, наконец, лучший гол мировых чемпионатов за 20 лет. Наверное, не нужно быть пророком, чтобы догадаться, что этот гол будет бразильским. Кому же, как не им, сотворить такой шедевр? Примечательно, что забит этот гол был не форвардом и не ховбеком, а крайним защитником, капитаном сборной Бразилии Карлосом Альберту. И здесь нельзя не восхититься результативной комбинацией, которую так хитро сплели южноамериканцы. По дороге к воротам итальянцев они сделали 7 передач, не дав сопернику ни разу коснуться мяча. Так рождался гол номер один. Время и место действия. 21 июня 1970 года. Финал Бразилия-Италия. Мехико. Стадион Ацтека, который через несколько минут утонет в водопаде разноцветных лент и грохоти петард. Став трехкратным чемпионом мира, Бразилия навечно завоевала золотую богиню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok